Эй, привет, друзья! Сегодня я для вас снимаю очередной ролик, и посвященном сегодня будет игре Crash... Crash, неправильно, Clash, Clash Royale. Итак, нажимаем и погнали. Это новая игра от нашей известной далеко и горячо любимой компании. Итак, сейчас, в общем, мы будем делать чудеса науки. Видите, я специально для вас, в общем, оставил ряд сундуков. К сожалению, так как, в общем, штука Reflector 2 закрывает некий обзор, внизу, в общем, сундуки. Вот, я знаю, что мышка у меня показывает. И, в общем, короче, вот здесь вот сундучочки наши. Я специально не открывал их, смотрите, и ждал вас. После того, как я открою сундуки, я вам расскажу одну, в общем, ну, несколько фишек, которые я познал за время, в общем, то небольшое время, которое я играл в Clash Royale. Честно скажу, ну, повеселее обычных игр, если кто-то любит игры из серии, в общем, там, нести башни на пронос с пацанами, вот, или удерживать, то это вот именно та игра, в общем, для людей, которые, да. Итак, в общем, начнем открывать. Начинаем открывать. Начнем с бесплатных сундуков. Ну, в общем, во всех сундуках стандартно деньги. Вот, мы получили скелеты на улучшение, получили две карты, в общем, и еще один, тоже самое, бесплатный наш сундучок. Вот, отлично, мы прокачали миньонов. Сейчас я вам покажу, где у нас качают. Вот, качают у нас вот здесь, вот, улучшить, улучшить. И теперь у нас миньоны стали аж второго уровня, с уроном аж целых почти 48, в общем, жизнёв. Скелетики, улучшаем скелетиков. Вот, и скелетики у нас стали 39. В общем, опасные ребята, если честно. В общем, короче, я разобрался немножко, и оказывается, надо нажимать вот на эти кнопочки, которые я сейчас нажимаю, и это будет та боевая колода, с которой вы пойдете, в общем, в бой. Да. Ну, а что делать? В общем, так говорится, игра-то новая, не во всем разобрался. Вот, честно, я проанализировал игру и понял, что, в общем, не победить здесь чуваками, которые, вот знаете, вот эти вот лёгенькие, то есть, которые мало стоят и небольшого уровня. Их, в общем, месят просто как детей. Поэтому, если хотите в большинстве своём победу, то вот компоновка примерно вот таких вот составов очень классная. Эта подруга рубит, вот эта вот, Валькирия, очень хорошо рубит пацанов вот такого характера, то есть, эпических пацанов очень хорошо рубит. В общем, связка Гик и Бомбометатель очень классная. Вот, но у каждого персонажа есть свои косяки. То есть, например, Гик тупо идёт нести чисто здание. Вот, этот парень отвлекается на всех врагов, которых только видит. Вот, Пека то же самое. То есть, вот, и, ну, скажем так, это та особенность игры, которая вот, ну, и придаёт ей, скажем так, небольшой шарм. Вот. Также у нас есть магазин, в котором всё это можно благополучно прикупить, если у вас достаточно лавандосиков. А если у вас недостаточно лавандосиков, вы, конечно же, их можете, что? Правильно, приобрести. Ну, в общем, продолжим открывать сундучки. Теперь откроем тот сундук, который у нас за короны дают. За 10 побед короны. Вот, 203. Ну, кстати, здесь всегда очень даже неплохие. Башня Бомбёжка. Очень здоровская вещь. Я вам покажу сейчас. В ого, ого, ого. Ого. То есть, миньоны прям прокачались. В общем, я вам скажу так. Всё, что 15 карт. Нифига себе. Мне прям насыпали сегодня. Прям вот от души. Так, улучшаем. И теперь наши миньоны стали аж, в общем, аж почти 52 урона наносить. Так, посмотрим информацию. Информация здоровья 900, урон по 100. Ну, в общем, классная штука. Я думаю, её надо взять вот в третью колоду. Вот. И в третьей колоде я планирую заменить вот этого парня. Сейчас мы его и заменим. Вот. Наверное, всё-таки вот этого парня мы заменим уровни. Ну, и посмотрим. То есть, мы же всегда можем поменять. Вообще, я бы сделал, в общем, колоду одну дальников. Вот, чисто дальниковскую колоду. Это вот эта колода. И сделал колоду, в общем, на удержание, скажем так. Вот. И есть третья колода, которую я считаю мощниковской. Не знаю, почему. Ну, в общем, я вам продемонстрирую потом. Почему я так считаю. Не знаю даже. Вот. Я думаю, может быть, стоит с собой взять миньонов третьего уровня. Как-никак. Они, ну, дальники, летучие. Вот. Может быть, вместо черепов их поставить. Ну, давайте попробуем. Чё? Я экспериментирую. Поэтому, в общем, ну, поставим вместо миньонов. Давайте. Не миньонов, а вот черепов, наверное. Давайте поставим. Посмотрим, чё, как, как у нас складка. Ну, и продолжим открывать сундучки. Начнем. В общем, самый вот этот крутой я оставлю на потом. Открываем, значит, серебряные сундуки. В них, как правило, не очень много денег. Вот. И, как правило, карты, ну, не очень попадаются. То есть, такие. Вот. Ты гляди. Сейчас ты с таким темпами попрёт. Мы миньонов ещё вкачаем. Вот. А как правило, кстати, вот в таких сундуках... Блин, ну, ты смотри, давай ещё одну. И прям вот... И прям не получилось вообще части. Ну, и смотрим. В общем, самый крутой сундук. Динжата. Ну, пока ничего необычного. Ну, пока ничего необычного. Прям вот... Ну, бомбастеров мы прокачали. Ну, мушкетницу мы прокачали. Вот. Вот прям и... Вау! Вот это крутой чувак. Честно. Это реально крутой чувак. И мы его должны добавить в третью колоду. Реально. Это крутой парень. То есть, блин. Те, кто сталкивались с ним, знают, что это очень крутой. Крутой чувак, который просто разгоняется. И если его не остановить, то он, в общем, очень-очень здорово проносит хату, которая на его пути. Вот. Это просто... Это очень крутой парень. Он стоит целых пять. Я думаю, может быть, стоит заменить гиганта на этого парня. Просто как бы я... Вот очень дорогое всё тоже. Не понатыкаешь, потому что... А смысл? У вас всего 10 эликсиров. Вот. И, в общем, крутись с ними как хочешь. Вот. Надо мушкетницу нам прокачать. Вот. Теперь мушкетница у нас стала третьего уровня. И у неё очень-очень нехилый урон стал. Очень нехилый урон. Вот. И я подумаю, всё-таки, может быть, мушкетницу перекинуть в третий базовый лагерь. Вот. К парням покруче. Вот вместо дракончика мушкетница. Мушкетница, в принципе, отрабатывает по... По воздушным целям. Кстати, всегда берите... Вот я ещё что заметил. Берите с собой то, что уничтожает воздушные цели. Вот. Потому что... Ну, как бы вот я допустил такую ошибку. И не взял того, кто стреляет по воздуху. Вот. И было, короче, очень неприятно. В общем, я пытался что-то сделать. Вот я тут. Вот. В общем, я тут что-то пытался. Теперь... В общем, вот клан у нас есть, кстати. Кстати, есть клан. Вот. Также он называется, как тут клан, который... В общем, у меня. Но это клан, в общем, нашего соруководителя. Вот. Если кто-то, всё-таки, посмотрев ролики, решил погамать в Clash Royale, вот, то, в общем, мы милости просим к нашему шалашу. Вот. А я по-прежнему напоминаю, что все те, кто хотят заниматься съёмками роликов на YouTube, пускай пишут мне ВКонтакте. Я оставлю ссылочку под видео. Вот. Также у нас есть группа ВКонтакте, которую я также оставлю ссылочку. И теперь вот у нас есть группа в игре Clash Royale, вот, под которой я тоже оставлю ссылочку. В общем, короче, ну погнали в бой. Только сразу говорю, я не мастер-фломастер. Вот. Супер-пупер. Поэтому сейчас не думайте, что я тут начну нести просто всех и вся направо и налево. Но тактики определённые, в общем, есть. Небольшие тактики есть. Скажем, например, если на вас наступает какой-нибудь гад, типа вот этого, то я рекомендую вам выставить, в общем, тётеньку сзади башни. Тогда она не будет под угрозой, то есть все дальники не будут. Но они будут атаковать, то есть вашего вражину, прям нехило дяденька зашёл-то. И сразу снес мне башню. Вот. И мы ему кидаем, в общем, ответочку. Кстати, не стоит вот как делать, как я сейчас, вот всё в одно месиво направлять. Но это самая, как показывает практика, самая действенная метода атаки. То есть просто скидать всех в одну кучу, и это вот прям наиболее эффективная атака. Вот. И всё. То есть, вот, я не знаю, наверное, сейчас я победил. Боже, нет, смотрите, я победил. У-ху, крутяк. А как всё начиналось, да? То есть, вроде бы сразу мне снес чувак, я получил золотой сундук. Здорово. Золотой сундук, сейчас посмотрим. Восемь часов открывается в золотом сундуке, что-то должно быть хорошее. Кстати, сундук, который открывается за короной, он можно открыть его, то есть, вот по достижению короны. Так, погнали дальше. Кстати, не торопитесь. Подождите пока, вражина сделает первый ход. И, в общем, посмотрите, где он его сделает. Так, вот, ага. Вражина сделал вот так вот. Ну, вот, и помним, да, что гик, в общем, он у нас атакует здание. Поэтому, если хотите, в общем, его тормознуть, поставьте что-нибудь в этом духе. Какой-нибудь зданица, и всё. И будет вам счастье. Ну, вот здесь у нас довольно-таки крутой парень. У него уж пятого уровня. В общем, все. Ну, мы ждём, в общем, нашего тугадум-тугадум-тугадум-скокуна. Вот, и, в общем, отправляем его в путь. Отправляем его в путь и разгоняемся. То есть, он довольно-таки сильный. И смотрите, сколько он сносит. Вот. Ну, кстати, не фартануло, по-моему, нам. И он, в общем, разветовался. Всю свой потенциал оставил, в общем. Во, Пека, Пека. Пека очень здорово здесь отрабатывает. Он такой бежит. Вот. Надо поставить и, в общем, всё, и нести её. Вот. Я жду. У меня там, сейчас, у него уже кончатся гоблины. И мы, короче, пойдём в атаку. Вот. Гоблины кончились. Мухи, мух перебили. Вот. Кидаем в пятого уровня у нас пацана. В общем, пока как-то нас несут, если честно. То есть, вот он своими лучницами, своими пацантрой. Кстати, вот эта вот подруга очень хорошо рубит пехоту. Многочисленную пехоту, которая вот идёт вот таким составом. То есть, ну, скучно. Отлично просто расправляется с ними, со всеми. И погнали. Пацана опускаем. И если у нас сейчас всё удачно, его никто не остановит. Вот, как, например, этот гигант. Вот. То мы бы его, то есть, пронесли. Ну, да ладно. Ах, колдунники. Колдуняшку, колдуняшку. Ах, времечко, время. Вот теперь мы проигрываем. Потому что у нас осталось... Там, в общем, непонятно, если честно, фишечки, которые происходят. То есть, вот. Теперь мы наравне. Теперь мы кидаем наше пони. Я надеюсь, что остановить наше пони ему некем. И... Оп. Именно то, что я и говорил, получилось. Вот. Погнали. Я надеюсь, что мы сейчас выстоим и даже победим. Вот опять, пожалуйста. Что я и говорил, опять победили. Хотя нас опять-таки несли поначалу состязания. Кстати, очень, очень, в общем, не знаю, прикольная игруха. Мне прям очень нравится. То есть, такая что-то вроде свеженькая и вроде то же самое заезженная до старости лет. То есть, арены тут отличаются. В общем, они изменяются в зависимости от... Ну, то есть, скажем так, уровня арены. То есть, они там разные. Они то... То, в общем... Вот сейчас посмотрим, с какой стороны он попрет на меня. Конечно, если попрет. Ну, ладно. Я сделаю первый ход к нему. Поставлю мух. Поставлю мух. А на эту сторону кину, в общем... Вот. Бамбастеров. Он кинул на эту сторону. Ну, я тоже на эту сторону кину бамбастеров. И с этой стороны тогда отправлю пека. Вот. Не будем. Я не вижу смысла биться о... В общем... Об вот этих пацанов. То есть, он там держит просто, по сути дела. То есть, а защиту той башни... Я не увидел смысла идти на ту башню. Вот. Когда, в общем, есть другая башня. И она, в принципе, свободна для атаки. Вот. Главное... Вот сейчас самая большая... Ах! И тут, пожалуйста. Неудачно. Очень неудачно. Потому что нам вот сейчас нечем сдержать оборону. И нам придется кидать. Но вот здесь нас, наверное, выстегнут. Потому что... То есть, я прям... Прямо много... Мне нечем было контировать его атаку. Вот. Контратаку сделать. Поэтому, в общем... Нас пронесли. Поэтому мы ждем. Выжидаем. Сейчас на нас полетят. Он тоже собирает энергию на что-то глобальное и сильное. И мы можем, знаете, что сделать? Я думаю... Я думаю, стоит сейчас подождать и пустить пеку на одну сторону. Вот. И сделать вид, что мы, в общем, будем атаковать там. А на самом деле мы будем атаковать вот здесь. То есть, вот он сейчас потратился. И... Ну, сейчас посмотрим, в общем, как у нас это все. Прокатит ли наша супертактика? Либо нет. Ну, мне кажется, что-то, если честно, что наша тактика не прокатит. И меня сейчас нокаутирует просто в легкую. Ну, посмотрим, 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 посмотрим. Пока, в общем... В общем, пока... Сомнительно все. Вот. Сомнительно. Я попробую контрить прямо у него на базе. Вот. Сейчас посмотрим, что из этого выйдет. Вот как бы пони у меня реально рульный. То есть, пони реально такие вещи исполняет. То есть, я благодаря его уже сколько раз побеждал. Вот. Поэтому, конечно, это жесткий ход конем, что я, короче, кинул эту прямо у него на базе, кинул его же эту, скажем так, хатку, бобра-боба. Вот. Он, короче, сейчас контрил мою атаку и понял, что может сделать. Вот. Теперь, короче, этот час ждем. В общем, ждем, кто кого, в общем, нокаутирует. Все. Я вот сейчас пытаюсь дальников отправлять, потому что сейчас тема такая, что кто, в общем... Оп! И давайте кто-нибудь, давайте, добейте, добейте, добейте. 25 жизней. Мне просто надо чем-нибудь туда швырнуть. Просто чем-нибудь. Вот просто чем-нибудь швырнуть туда и победить. Просто 20 секунд. Где? Где, блин? Где мои... Где мой... Вот он. Вот он, моя победа. Вот она. Лови, друг. Лови. На. Хорош. Просто сегодня... Это, видимо, для съемок. Специально мне подобрали слабых игроков. И поэтому, в общем, я лихо так заснял, все сделал так, все круто. Ну и вот, как раз таки, я думаю, это будет крайний бой. Вот, на котором у нас... Ну это же как всегда. Как этот... Как ты... То есть, как вот... Надо одну удачу от души. Вот сейчас вообще непонятно. Ну давайте сделаем, в общем, как мы делали в тот раз. Во! Не угадал я со стороной. Ну да ладно. То есть, парень решил идти... Вот таким будем. Окей. Ставим сюда. И погнали, значит, нести вот эту сторону. Я надеюсь, все-таки, что моя башенка выстоит. И мы, в общем, пронесем. Ну вот, да, как я и думал, мы нехило отвлекли. Вот у него как бы есть вот такие штуки. Но... У нас есть берсерк, который очень хорошо справляется с многочисленными целями. Отличная игра. Я вот не знаю, это кто-то пишет... Ну, человек это пишет. Или здесь... А, ну тут просто заготовочки. Заготовочки есть. И как бы вот кидаем нашу истребительную леди. У нее, кстати, неплохая атака. Вообще очень неплохая атака. И тогда для отвлечения надо, наверное... Ну вот пека кинем тогда сюда. Не отвлечим. Вот, ждем нашего коня. Ждем нашего коня. И отправляем его. Вот. Ну, тут как бы все ясно, что... В общем, с этой стороны будет вся атака. Сейчас надо ему только разгон дать. И все. И в принципе... И в принципе на этом-то и конец. Вот. И он очень... У него очень... Даже на первых уровнях очень нехилая атака. Прям вообще нехилая. И опять сейчас там, наверное, останется 20 каких-нибудь там 4. Нет, 150 осталось. Эти, кстати, очень легко сносятся. Просто очень легко. Легчайшим образом сносятся. А эти очень хорошо отвлекаются. То есть, прям вот... Я думаю, что я сейчас победю. Хотя, знаете, не зарекайся. Вот. Но я все-таки в надежде. В надежде отправляю пони. Вот. В далекий путь. И, в общем, жду. О, да что там ждать? Вон наша выстреляшка. И... И мы, в общем, стреляем. Эть! Вот же незадача, а! Ай, нам сейчас все пронесут. Я просто поставил ставку на... На то, что как бы вот... Представляете, как будет обидно, если он сейчас меня развальцует просто. А-а-а-а! Я-а-а! Я-а-а! Вы видели это! Вообще! Выпыта... Это был... Это был тот бой, когда вот... Вот, блин, я же говорил, что именно тот бой мы и проиграем. А так вообще все было Это очень непредсказуемая игра Очень неожиданная И блин Ну в общем Вот, даже получили мы У зубастика нашего Отлично Зубастик тоже классная штука Вот, ох, 400 Это надо еще заработать Папе еще работать и работать Вот, сейчас улучшим Улучшим скелетонов Вот, и получим у них Аж целых 41 атака Блин, да Вообще просто неожиданная Очень неожиданная игра Была просто Просто У меня нет слов, это когда Ну не было нужной карты Вот это как всегда Просто не было нужной карты Эх, ладно В общем погнали в бой Потому что надо еще поднять один сундук Вот, ну видите Тоже дорогим особо не поиграешь То есть юниты Которые много стоят Ими Тоже тяжело гамать Я по-моему Случайно Ух ты ж Ёушки мукарешки Что это за Что это за страшная штука Честно Я не сталкивался с такой И в общем Я чувствую Что сейчас меня навальцуют Еще и колоду я взял Не очень И сейчас наверное тут урона много будет Ну да Ну да, ну да Ну да Ну что-то как-то Что-то как-то прям этот Прям вообще-вообще Понесли меня Жаскачевский понесли Вот не фарт Не фартовский Не фарт Ну ладно Пока Ну делать нечего Будем биться Будем биться как можем О, еще и пикадилли Ну сейчас да Ну пронесем мы ему одну вышку Ну в общем у нас-то энергии ноль То есть Ну я Давай короче Киданем сюда ПВОшницы вроде нет И тут второй мой подскочил Юнит Может быть сейчас будет неожиданная игра Вот как Как у меня была Так может и тут будет Но не факт Вот Вот кстати Еще и фишечка Опять Ну да Не сомневался Что же нет-то Какая-то страшная хреновина Прям вообще скелет такой Вот Ну я так понимаю Он отвлекается на Других юнитов Которых он видит Ну да Ну в принципе да Все очевидно Еще и пони у него В общем Очень сильный этот Воиновский состав Поэтому Даже Даже я не знаю Что делать То есть он сейчас Будет трамбовать Мои эти Я как бы конечно Буду пытаться Трамбовать его Потому что Больше тут Нет смысла Никакого Только Только трамб Вот Больше ничего Я пять дней В общем все Это даже Жалко было Просто Вот Какой-то у него Супер Супер Возможно он даже Купил за денежки Вот этого парня Просто Ну реально То есть скелетон Наверное стоит Очень дорого Но Он того стоит То есть я даже Не видел таких Это первая моя была Первый был мой опыт Когда я вот То есть Играя Увидел вот эту Страшную Огромную штуку Вот Я же тоже Тут Кстати Что-то я затупил И не сменил колоду Не знаю Почему я не сменил колоду Потому что Даже не знаю Почему Пека Вышел Пека Как бы вот Пуляизационная женщина У нас Ничего Вот И вроде Пока гиг У нас там Держит Надо Я думаю Мы должны Успеть С проносом Ну вот Мы успели Пронести И вот теперь Поменялись Мы Роялями Ну теперь Да Теперь гигант Летит на нас И И неизвестно Чем это Вообще Обернется Гиг Блин Он несет Ему пофиг Он несет Блин Этого О у него еще и хатка Есть Бобра бункера ну сейчас посмотрим стоит опасаться стоит мы не бросают у нас капушечки успевают бросить капушечки прежде чем то есть даже если вот ну то есть понятно да это хатки обычно стро ставят для того чтобы для этого есть у нас вот такие вот стрелы и все то есть ведь пускай медленно но верно вот сейчас я подожду пока состав гиг раз и позади пущу дико пущу бомбометателя давай-давай-давай-давай-давай давай об все вот но пика конечно болен пика вообще жестко несет на пика очень жестко несет и теперь то есть у нас здесь кстати когда сажаете вот юнитов которые на защиту пойдут сажайте их поближе к ну то есть зданию чтобы чтобы в общем ну в общем вот в общем нам пронесли одну одно помещение я не знаю ну теперь он как бы хочет вот с одной стороны просто пресс устроить пресс а мы нам ничего не остается кроме как вот прессовать его главную базу и в это за тем самым сбросить с нас этот как его ну налет и может быть сбавить присягу потому что ну вот а он будет теперь чтобы мы не кон надо и контрить его атаки и надо пытаться еще пронести в общем его хату не знаю как это у нас получится сейчас посмотрим сейчас посмотрим насколько это получится у нас пока как бы идем нюх в нюх вот 10 секунд сейчас все что угодно может случиться если честно вот поэтому тут что-то как говорить ну вот еще бывает такая тема когда неожиданно дают в общем время на то есть вот у нас тут принципе ну как бы все задолбили вот ну слабая колода карт я сейчас возьму опять ту которую которая моя третья колода карт и общем да не знаю как так получилось а видимо я пока улучшал да и случайно сменил колоду карт и теперь пойдем в бой это был я скажу что это было не случайно на самом деле это был была проверка показаний того как колода карт играет огромное значение вот поэтому в общем как то так все всегда кстати ждут никто не нападает первый вот и мы погнали 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 пока вот пека дили пика дили пока если честно как там как-то попал пук чпокин зидович настоящ Doug Прям потому что и пек и все Да что ж такое, что не этот Прям стыдно выкладывать, так хорошо начиналось все И теперь И теперь вот так вот Беги, 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 Томи Давай, 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 хорош Сейчас и мы ему пронесем что-нибудь И мы пронесем что-нибудь И мы пронесем И заставим его контрить нашу атаку Вот он ее сконтрил Сконтрил нашу атаку, правда пека Вот пека побежал в другую сторону Было бы здорово А мы поставим башенку тут, которая будет Закидывать и отвлекать берсеркеров И все И все Так, дальницу Эх, пека, 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 пека Пека это плохо, еще второго уровня пека Вот Так, 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 так Идем почти нюх в нюх И вот теперь еще гик, отлично Да, здорово Чувствую, опять меня сейчас пронесут Просто как сынка Просто там крестный ход идет этих Да, все Сейчас опять здесь еще хана придет Прям стыдно Стыдно, батеньки, стыдно Мне надо пять, чтобы отправить Пацана вот туда Конезавода нашего Он Единственный Реально единственный Кто То есть здесь что-то может сейчас вот сделать И пека сюда поставить Чтобы пека у нас Контрил атаки То есть пека тоже довольно-таки мощный Малый Ну, может быть мы сейчас и победим Да Да Наконец-то Наконец-то Вот То есть Вот чем мне нравится Здесь очень все неожиданно может быть То есть То есть ты мог выигрывать и выигрывать Все эти А потом бах И все И все То есть Вот я вам сегодня пару фишечек рассказал Вот Не забывайте Что я вас всех люблю Не забывайте ставить лайки Не забывайте писать комментарии А те, кто меня не любит Пишите, какое я говно Обязательно не забывайте написать, какое я говно И побольше Вот Всем спасибо Подписывайтесь на мой канал Ставьте все пальцы Которые найдете Вот В общем Было приятно с вами Пообщаться Пока Натупил Теперь придется обрезать видос Или не придется Я так задумывал Все Всем пока